Держа в руках Кубок Победы и немного смущаясь, волейболистки сборной Абхазии пришли на свою первую пресс-конференцию после победы на Всемирных играх в Казани. Характер наша команда показала уже в первой игре, выиграв со счетом 3-0 сборную Украины. Такой же результат абхазские спортсменки продемонстрировали в игре со сборной России. Но вот финальная встреча за первое место с Азербайджаном изрядно потрепала нервы и волейболисткам, и тренерскому составу. Победа далась нелегко. Как говорят в волейболе, девушки вытянули мяч и выиграли со счетом 3-2. Мы первую партию взяли, проиграли две партии, выиграли три. И все, так мы их выиграли. Заслуженно гордиться игрой сборной главный тренер Руслан Царгуш. По его словам, девушки показали свое мастерство, боролись за каждый мяч и в итоге привезли в Абхазию победный кубок. Спасибо девочкам, что они не подвели. Финал, вот как говорилось, был тяжелый финал у нас. Ну и тяжелая игра. Не подкачали. Как говорится, валидольная игра была, нервная. Но они выдержали. Сборы, наверное, тоже помогли. Значит, есть характер. Достойно показали. Вели себя хорошо. Что сказать, горжусь, что есть такие у нас девочки, подрастающие поколения. Еще раз спасибо вам, девочки, что не подвели. Стоит отметить, чтобы попасть в национальную сборную, волейболистки прошли строгий отбор. Лучшие представительницы Сухума, Гудауты, Питсунды и других городов страны сформировали сборную Абхазии, которая в итоге доказала свое лидерство в Казани. Девчонки проявились очень у себя с хорошей стороны. Флаг республики Абхазия был на сцене, на закрытии, где присутствовало 59 стран. Это страны со всего мира. Всемирные игры юных соотечественников проводятся Россотрудничеством в рамках программы поддержки соотечественников за рубежом. Спортсмены поблагодарили представителей Россотрудничества в Абхазии за детальную организацию их поездки, на соревнования в столицу Татарстана, отметив, что будут еще серьезнее готовиться к следующему году. В следующем году вы уже знаете, где они проводятся, в Ханты-Мансийске. Это очень далеко и очень-очень холодно. Но я думаю, что уже Татьяна Владимировна примет решения, какие-то отборочные будут. Может быть, вам футболисты составят конкуренцию и они в следующем году поедут. Достойно проявили себя абхазские спортсмены не только в волейболе. Беата Аджба и Эрика Кварчо провели в Казани успешные игры по настольному теннису, по итогам которых Эрика Кварчо заняла второе место в личном зачете в этом виде спорта.